Нормально, наверное, всё будет у команды комплекции гейминга, вот тут вот сразу такой момент, да, то есть ребята будут дальше играть, будут стараться, где-то, возможно, будет получаться тоже. Раш с Аскадудлом получили ПХП, немножечко, но остались живых. Для пистолетки это очень важно, потому что, если в любом случае один патрон хоронит тебя в голову, поэтому, прошу прощения, поэтому надо жить, ну вот таки выжили, да, оба. На план, судя по всему, забегают ребята из команды комплексити, автоматик отъезжает, Раш за тюрьмой пытается помочь, помогает товарищу Флюше, Раш делает 2 килла, лучше, опять же, с 5 хп, я напомню. Остаются те два товарища у команды Клауд Найн, которые были, соответственно, забегает Голден, будет убивать оппонента, потому что на анимации я поймал, которые были на Б-планте. И Станислав один в два против Голдена Искадудла, Станислав похоронен, скорее всего, одного, о, господи, Иисусе, он обоих, кстати говоря, убьет, между прочим, я говорю, одного, да. Просто вот этого первого он, наверное, не должен был бы убивать, и тогда все было бы, в принципе, посложнее. Ну, вышло так, то, что первого он забрал, а второго там вообще легко было забирать, то есть не проблема. Да, поэтому... Не получился у команды Клауд Найн, поэтому... Три ВСПА плюс P250 и P250, все, что есть у команды Клауд Найн, на третьем раунде будут девайсы. То есть, в принципе, вроде все хорошо. Пытается раунбустик здесь делать, ребята, под мидл, аккуратненько, если получится, поняли, что давайте не будем делать этот раунбустик. Бухта с ним, и математик пытается проверить мидл, вроде мидл прочекал. Я зашел назад, но это всего лишь пистолеты, тут опять же, да, важный момент и важный вопрос. Насколько это все долго и далеко точнее сможет вообще зайти с пистолетами. Да, мы сегодня, кстати, видели уже разгромные флэк-раунды, но... Но, в общем... Что-то второе такое же я бы не ждал. Атематик. Чпоник, чпоник, чпоник. Ну, не совсем получается, андроид вместе с дефами насует по оппоненту. Ох ты, от Скадудла. Здорово прилетает. Да, это красиво. Тайлер, это красиво. Голден отрезает голову еще одному товарищу, но здесь Скадудл флэш остается вдвоем. О, господи, Иисусе, мама дорогая, Скадудл, что ты делаешь? Просто чудовище вообще, вы посмотрите на него. И Скадудл последний. Но, вы знаете, однако, это очень круто. Украл калаш. Эх! Что? Ха-ха-ха! А-а-а! Что это такое? Демонюга, господи, как ты это делаешь? Боже! Это просто жесть какая-то. Это просто, боже мой. Мама дорогая. Охренеть, не устать. Это хорошо, это хорошо. Лады, я лады, Скадудл. Я твою точку... Точку видения понял. Как говорится, дай только разыграться, я понял. Вопросов 0. Подной закупу команды Cloud9. Гранат мало, дофюскитов нет, здесь надо. Подвайсим пристреливать надо. Скадудл? Не справиться с оппонентом. Я если все-таки на развороте делаю пневмакил в голову. Пулька залетает, этого достаточно. Голден один-единственный на банане сейчас, на данный момент. Но команда комплексити, возможно, пойдет под аппленд. Будучи опять же пятером, здесь не то чтобы суперсложно. Это... Можно было бы сделать. И четыре человека у команды Cloud9, один из которых начинает поджимать, это Голден. То, что делает Голден, это супер важно в данном раунде для команды Cloud9. Голден выходит, уже никого не видит. На планте тотальная разруха. Раш, скорее всего, не выдержит здесь. Да, раш поджимает. Голден последний. А то, что он последний, уже не имеет никакого значения. Он находится вне позиции, крадет калаш. И так же, как и Скадудл, будет бегать здесь куда-то во вьетнамские ходы, даже не на Б, кстати говоря. То есть, ребята здесь не угадают, то, что оппонент побежал на Б. Если подняться на террасу, может быть, в кухоньку, но вообще-то не в кухоньку. То есть, во что-то более нечитаемое. Тогда, наверное, он спасет свой девайс. В итоге Голден где-то под Т0-ом находится. Его начинают жмакать с двух сторон. В данном случае он не знает, где находится оппонент. Но здесь либо уходить в самый дальний угол. Кстати, по таймингу повезло, судя по всему. Либо уходить в самый дальний угол, либо пытаться конфронтировать. Он в итоге уходит в самый дальний угол. Слышит оппонента, но успевает. Это 0-3. Под калаш, под МК-4, под какие-то дополнительные пистолеты. Ребята из команды Cloud9, скорее всего, будут играть. Но я вижу дигл, то есть калаш плюс пистолеты. То есть, МК все-таки Аутематик не будет покупать себе. Остальные не будут его поддерживать на все деньги. То есть, это такая мимикрия Херой Кейбая. Затесайт. О, кстати, Херой Кейбай, скорее всего, идут в небытие. Точно. С новой метой макроэкономики. Да, кстати, кстати, кстати. Комплекс Т-Гейминг. Чекает постепенно банан. Уходит вообще с бананом. Пойдут на А, возможно, где есть... Вообще-то, 4 человека. На Б лишь калашисты оставляют. Окей. Это вообще-то засада для вас, дорогие друзья. Раз, плюха. Нормально. На полплюхе по М2-му там дал еще. На полтела. Аутематик пытается над тебе понят. Слишком широко стоит Аутематик. Становится уже, становится поприятнее немного. На самом деле, Клоуда могут выиграть этот раунд. Однако, только если аккуратно сыхают... Ой, аутематика нормально не залетает. Аутематик будет погибать. Голден с флюшой остается вдвоем. Флюша, флюш, погибает. Вот это неприятно. Голден последний. У него тот самый калаш. Он будет бороться против флешек и смака. И малые пески уже закрываются смаком. Вообще-то, очень вовремя. И Голден здесь будет предпринять что-то... На самом деле, по-настоящему тяжело. Он пытается стоять, пытается слушать, где находится оппонент. Для того, чтобы его, возможно, убить. У него, вроде, получается убить одного. Не теряя, кстати, много ХП, я бы сказал. Он понимает, где находится второй, минусует еще и второго. Какая жесть вообще. Попытается раздафьюжить эту бомбу. По-моему, успевает. Ой-ой-ой. Впритык. Не успевает. Не успевает. Не успевает. Беда. Беда, 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 беда. Ай-яй-яй. Как в притык. Вот такой вообще притычный притык. Да ладно, серьезно, что ли? Обида. Обида, обида, обида. 0,4. Ой, как обидно. Ой-ой-ой. Даже мне обидно. Включат, кому обидно. Бля. Вот это неприятность. Ой, как это неприятно сейчас было. Настолько рядом просто. Миллисекунд, типа, 350, 450 не хватило. Меньше даже полусекунды, грубо говоря. Ну, бывает еще. 4 МК-четвертых плюс АВП. Команда Cloud9. Дофюрске-то уже есть. Гранаты есть. В принципе, первая-вторая Амуро более-менее в наличии. Против Калаши АВП же будут бороться, поэтому, в принципе, наплевать. Голдон погибает. Хорошая подседка для дефа. Станислав, выходя с Молотова, убивая человека на шарте с бойлеров, Раша остается последней. То есть, вообще, жесть какая. Что произошло? Бомба будет поставлена, конечно же, на Б. У Раша нет вариантов для того, чтобы выиграть этот раунд. Это будет 0-5. Вообще без шансов просто. Ну да, так как это ра, что... Да, окей. Можно убить пару человек. Если повезет. Да, вполне. Но не убьет. Но не убьет. У меня есть 2-4 хп, вот так и остается. Среагировал, но просто не хватило. 0-5. Недостаточное количество денег у команды защиты, однако. То есть, комплексити потенциально... Не дефолтные пестики какие-нибудь закупить, я думаю, нормально будет. Так и будет, судя по всему. Пистолетный половой, дорогие друзья. Комплексити будут выходить на шестерку для себя, что... Будет довольно приятно, с учетом того, что у противника... Вообще-то 0. Вообще-то 0. Пока непонятно, что по тенденциям-то вообще. То есть, ребята смогут или ребята не смогут? Ну вот, пока я вижу вопрос в чате, типа, клоуда играть будем или нет. Пока у клоудов не особо получается. То есть, какие-то микромоменты получаются. Но что-то посерьезнее... Нет, не совсем. Ну, что-то с Сазампреакси тут вообще очень сложно было. А у тематик так и не развернулся, надеясь на... На что-то надеясь, кстати говоря, судя по всему. Или ему не сказали просто, что странно. Скадудл и флюш остаются вдвоем. Здесь вот флюшка, мы видим. Отлетает. Скадудл последний. Ну, на 5, походу. Это же история. Засовет калаш. Как я понимаю. Не справляется террорист с Скадудлом. Но Скадудлу, походу, будут забирать, как я понимаю. Причем все. Или не будут. Вы знаете, не будут, походу. Нет, 2-3, не угадано. Скадудл будет сейвить свой АК-47. 0-6. Дроскиддон девайсов туда-сюда. И более-менее... Что значит более-менее? Отличный бай. От команды Синайн. Против 4-х калашей плюс АВП. Ну, комплексы пока реально хорошо начали. Тут вот совсем спору нет, вот правда. Хаешечка на мидл. Дев 10 хп. Не имеет никакого значения. Неплохая хаешка. В плане плохая, там просто такие хаешки очень сложно кидать, в любом случае. Поэтому, ну, 10 и 10. Далеко разорвалось, окей. Хаешка смог на мидл. От одного из игроков Синайн. Защита, кстати, Б в количестве трех человек. Причем в полуподжимных позициях. При этом комплекс эти вообще-то где-то пода находятся. Поэтому все в пятером. Никаких левых левых нет. Они так и будут это атаковать. И при этом их на самом деле действительно дофига здесь. Но двое уже погибло. Но их все еще дофига здесь. То бишь, 3 человека. Раш пытается справиться с одним. Справляется с одним. Отлетает от второго. Это все еще 2 на 3. То есть, это технически даже не так плохо. Причем реально не так плохо, я имею ввиду. Единственная проблема, что Голден похоронит вообще всю затею команды комплекс эти. И это будет, скорее всего, 1-6. Потому что падает вот этот товарищ. И падает вот этот товарищ. Да, это действительно 1-6. Но комплекс эти были в пятером. Здесь, наверное, нужно было экзекутировать все гораздо быстрее. Вероятно. И тогда получилось бы у Колл. Я думаю, что вообще-то гораздо больше интересных вещей. Но... Вот вы видите, да? Что этого немножко недостаточно. Немножко замешкались. И что-то как-то долго все. И в итоге пропустили тайминг. И там уже хелпа пришла. И против хелпы было играть, пожалуй, сложно. Пожалуй, сложно. Не забывайте, дорогие друзья, поднимать щит за безлимит. И болеть за своих самым быстрым мобильным. Раш убивает Станислава. В то же самое время в раунде номер 8 первой половины. У меня в меньшинстве команда атаки. Здесь все, наверное, могут даже зацепиться, я бы сказал. Уже могут даже зацепиться постепенно, пытаясь вылезать из вот ямы, которая у них и получилась. Нету гранат у команды комплексити гейминг. Тут очень-очень большая проблема. Придется выбегать, как выбегается. А голден на B? Ну, ясно, здесь молик еще. Окей. Ну, все плохо, короче. Для команды комплексити деф убивает Яйстера. Андроид последний. Андроиду шансов нет. А тут 2-6. Да, все было довольно плохо. Контр-гранат нет. Точнее, гранат нет. Контр-гранаты у оппонента есть. И как бы, на что вы надеялись. Вообще, Раша закроет Андроид. А это 5-0. 2-6. Продолжение следует. Итак, пистолеты. Дефолтные места мини-дефолтные от команды комплексити гейминг. Досталось пара гранат, как мы видим. Он пытается на план запекать. Люша, кстати, вот со сменой девайса опасная история, но он взрывает Станислава, поэтому... Все хорошо. Раш с помощью молеками и снова оппонентов. Люша здесь докушал. Опять же, еще один килл там был. От Люша подает яйстер в итоге триплкил для всего господина. Главное, постепенно возвращается. Пока что три-шесть. То есть колы вроде шестерка взяли. Вроде можно сказать, что... Это не то, что достаточно. Именно для Инферно с точки зрения меты. Здесь бы девятку взять. Надо Инферно с точки зрения меты. С точки зрения меты, прошу прощения. А... Но... Но. Ну, и Люша взрывает андроида. С Шазамом справляется Раш. Пытается здесь поджать оппонентов. Получается поджать оппонентов. Вероятный четвертый раунд для команды Си-9, потому что 2 в 5. Колы, скорее всего, ничего не сделают. Окей, что-то сделают. Но, наверное, немного, потому что в разных позициях. Вот так и остается Станислава последний. Ну, и господин Стензакон здесь походит, конечно. Минус нет оппонента в упоре здесь по 90. Закинет флешку типа на мидл. Немножко напугает вот этих товарищей. Причем не напугает, потому что они не ослепленные на самом деле. Вот мы видим то, что он заходит в бойлер. А бомба-то далеко на тенале, если что, бомба находится. Да, то есть он слышит, что на основном миде, видимо, находится оппонента. Пытается основной мидл простреливать. Голдин понимает, что там реально похода находится противник. И прямо ровно-ровно, ну, так получается. По Станиславу, по звуку, в общем-то, и стреляет. И все получается. 4-6. Нету денег у команды комплектить. И это будет 5-6, вероятно, опять же, если вот какие-то... Эк-раундов подобных не будет, которые были у нас до этого момента. Тогда, тогда да, может быть. Ну, а что-то хватит уже, наверное. Наверное, уже хватит. Так, Станислав не справляется. Не справляется андроид тоже, как остается последний. Бывает, флюш, а тематик дефо добрал. О, вот он 5-6. И теперь важные давайсины для комплектий. Они отпустят оппонента на равный счет или дальше, или не отпустят оппонента на равный счет или дальше. 4 класса есть, ОВП есть. Граната Шазама нет, но есть Кевлар, это хорошо. В принципе, ему как снайперу будет достаточно. Фулл, да, все-таки ты у команды Cloud9, с учетом того, что они подряд выигрывали все раунды, которые сейчас были. У них безумное количество денег. Для КТ-стороны это супермного. Из вьетнамских ходов андроид скрывает лицо флюши. И, судя по всему, будет тут ходить назад, кстати, не будет. Между прочим, соврал я. То бишь, он все-таки остается здесь в упоре по 90-го, около интерпасса. Пытается по углам стрелять. Оппонента там нет, дефо убивает Голдена. Все-таки в то же самое время на банане. Ну, на самом деле, комплексы эти, видимо, не будут отпускать здесь. Пока что Cloud9 вперед. Но Cloud9, конечно, хороший стрик сделали, довольно неплохо. Атематик вместе с товарищем, с Кадудлом. С Кадудлом с Калашом еще более того. Смаком будет закрываться, вероятно. Выход на кафель. И молик еще у Атематика есть. Я не уверен, что Атематик так далеко уходит. То есть стояли вдвоем на Б. Бог его знает зачем, он взял и пошел. Бог его знает куда. Ну, понятно, что на арку, скорее всего. Я понимаю. Но зачем? У тебя молик. Ты нужен Тайлеру, а тебя нет. Дико спорно. Вот просто вообще жесть какое спорное решение. Ну, а тот самый Атематик из-за своего решения убивает одного. С Кадудлом убивает второго. Атематик возвращается. Я замечу. Промахивается, но СКА не промахивается. И счет становится 6-6. И комплект эти реально проигрывает этот раунд. Хотя вообще-то теоретически должны были его выигрывать по-хорошему. И вот такой вот мув от Атематик очень опасный. Вы знаете, даже если получилось, все равно очень опасный. То есть это было максимально просто рискованно. Но Тайлер сегодня стыляет. Как-то совсем хорошо. Как-то совсем хорошо. Ну и здорово. С учетом того, что это его последний матч или вообще последний матч. Ну как бы, что бы и нет. Собственно. Оставляется. Жаль, что онлайн, конечно. Лучше точку ставить на лане каком-то. Но Тайлер уже походу понял, что вот что-то все уже захватит. Уже надо менять приоритеты. И смотреть в какую-то другую сторону жизни. Опять же, в принципе понятно. Ну вот, жаль, что именно совпало с онлайн лигами, а не с ланами какими-нибудь прикольными. Голден, кстати, уходит Голден. Упускает Голдена на бедов, погибает. Здесь, ой, как мы застряли в одном и том же месте. Андроид последний. Опять же, ничего не сделает. Хотя Тайк Найн это клево. Я хочу Тайк Найн. Да, кстати, Тайк Найн прям реально поправили. Прям реально причем видно. О, господи, насколько же Тайк Найн стал хорош. То, что Андроид не попадает, это-то ладно, бог с ним. Насколько реально Тайк Найн стал хорош. Ничего себе. Потому что я его тестил. Не тестил. Чешку тестил, а Тайк Найн не тестил. Вот, точно, точно. Не буду врать, да. Так. Гранат полетит на банан. От дефа. Полетела. Флэшенька. Флэшенька попала по контртеррористам. Контртеррористы немножко пугаются. Отходят назад. Но недалеко. ИСК подходит обратно Голдену. Потому что Голден был за цементом. Голден. По середине прохода мне не очень нравится вот этот момент. То есть ты либо за цементом стой, наверное. Либо, опять же, на хафеле где-то. Поближе к стене, например. Голден встал поближе к стене. Не особо стандартная позиция. Но он начинает... Я понял. Я понял. Шутку Голдена я, короче, понял. Вот так вот он играет. Окей. Ему просто захотелось вот агрессивно сыграть. Он просто не знал когда. Вот сейчас. Судя по всему, именно сейчас. Четыре щелка остаются у команды комплексити. Два на А, два на Б. Ребята пока что без бомбы. Но бомба теоретически под их контролем. То есть КТ насчет бомбы ни сном, ни духом. Потому что им некогда, да, об этом думать. Б3 буст, в принципе, стандартная тема. Голдена закрывают. Тут уж, увы, подсадить новозоны, видимо, не удалось. Но Голден просто топит. Выходит в смог. Да, погибает, но взрывает одного. Оставляя СК пока что. Солянова. Но СК не справляется, если честно. Андроид и Шазам остаются вдвоем. Но против троих. Поэтому, в принципе, контртеррористы именно на Б-планте. Комментатор. Да. Отвечает. И читает вас, и отвечает. Все, все. Как бы нормально вроде. Флюша, короче говоря, остается последний. Отлегся немножко. А Андроид и Шазам остаются вдвоем. Они выиграют этот раунд. И еще сленятся 7-7. Вообще, я думал, что клада, конечно, этой тут. Но, как мы видим, не получилось. Впрочем, и Клауд Найн все еще есть деньги. И... А, это же последний раунд. Боже мой, да. Это фуллбай от них. По 4 граната для каждого. До флиске то, опять же. По второму армору. 4 МК 4 коротких. Плюс... Вообще А4, да. Плюс АВП. Будут играть против 3 калашей. Плюс АВП. Плюс... Чешка. Что такой вялый? В смысле? Это пятая карта подряд просто. В соляную. Поэтому. Тут скорее закон сохранения энергии работает. Просто совершенно обычный. На мой личный взгляд, по крайней мере. Скайдудл убивает яйстера. Ну, то есть у вас определенное количество силы вынасливости. И 6 карт впереди. Что вы будете делать? Можно ответы писать, например, в чат прям. Я вот буду растягивать. Скорее всего. В зависимости от матчей, конечно. Но здесь все не такие интересные, как могли бы быть. Поэтому сегодня чисто растягивать. На весь рейндж, типа. Ну вот, если будут какие-то реально интересные с точки зрения, опять же, матчапов и встреч. Да, это вот другой вопрос. Но не в этот день. Возможно, в следующий. Или завтра, или послезавтра. Вообще там еще прям 5 дней впереди. Северной Америки. У меня, по крайней мере, если я ничего не путаю. Поэтому... Хватит, короче. Три калаша плюс ВП. Команда комплекстией гейминг. Не забывайте, кстати, дорогие друзья, поднять щит за безлимит и болеть за своих самым быстрым, мобильным. Вот. А мы продолжаем. Последний раунд. Все еще. Преимущество по живой силе на стороне команды Cloud9. Кто, по вашему мнению, лучший игрок из обеих команд? Станислав Раша убил на А. На планете будет поставлена бомба. Хотя под последние секунды, конечно, все равно террористы справятся. А что у Флюши там вообще? Тяжело, да? Станислав убивает Флюшку в итоге. Аутематик скрывает лицо Станислава. Два. Скадудл жив пока, да? И две флешки есть. Ну, вы с одной позиции выходите. Ну, не, это восьмерка закол, походу. Не-не-не-не. Че-то тут оно не работает. Смотрим восьмерку закол. И когда говорит комментатор, что это восьмерка закол, это автоматически не восьмерка закол. По закону... Комментаторской подлости. Но... Все-таки, походу... Он успеет? Нет. Аутематик взрывается, это восьмерка закол. Вообще, на самом деле... Аутематик... Или сейчас вот скадудл может быть, потому что он показывает вот в данном матчапе почему-то какие-то запредельные темы с точки зрения подготовки и формы у него вообще-то давно, наверное, и не было особо. Поэтому может быть скадудл, но вообще-то вопрос сложный. Так. Будем ждать начала второй половины. И... И... Ну, кстати, начала второй половины пока что нет. Из того, что я вижу. Это последний матчап на сегодня, я напомню. Это первая карта данного матчапа, и вторая еще карта будет, конечно. И вторая карта еще будет... Поэтому пока ждем. Кстати, что там на второй день, на втором канале... Что там... Что там, что там завтра будет... У меня... Или я завтра на первом буду? Где я вообще завтра буду? На втором. Ренегейт ЛГ, НГ, Инсы, Аммибры, Юнайтед. Ммм... Вот, это, кстати, интересная тема. Да, да. Завтра... Завтра поинтереснее ночью будет. Между прочим... Да, с точки зрения некоторых матчапов, да, да, да... Нравится, нравится. А потом 19-е число тоже на втором канале. Ммм... Ну, там... Ну, такое. Там уже такое. Хотя плюс-минус может быть где-то. Окей, а дальше уже смотрит смыслы. Да, завтра будет поинтереснее, чем сегодня. Ни за кого не топлю в данном матчапе. Абсолютно совершенно вообще фиолетово. Вот это, во-первых. Но очень нравится, как Скадудл себя ведет с точки зрения формы. Жаль, что в онлайне. Еще раз повторю вот эту мысль. Жаль, что в онлайне. Ну, у человека, наверное, просто вот уже совсем времени нет. Ждать там ланов каких-то. Когда там команда соберется. Разыграется. Бла-бла-бла. Вот это все. То есть... Он уже понимает, что его жизнь, походу, постепенно ждет. И, как я понимаю, это все-таки больше... Семейные вещи. Поэтому... Мажор выиграл, опять же, да. То есть... В Counter-Strike поиграл. Фан-базу себе набил. Можно стримить совершенно спокойно. И... Типа заниматься реал-лайф. Нормально. Не отвлекаясь на... Разъезды. Вот эти все штуки. Тренировки киберспортивные. Отвлекаясь на что-то еще очевидное. Поэтому... Жаль, что в онлайне. Черт возьми. Было бы здорово, если бы все-таки он, конечно, на лане это делал. Ну ладно. Да, и вам тоже с добрым утром. Очень интересные вещи некоторые люди пишут в чате. Они совершенно отдельно от реальности, которая происходит. Я не знаю, что вообще у вас в голове, на самом деле, те, кто пишет такие вещи. Ну да ладно. Люди разные бывают. К сожалению, бывают и такие. Пять глаков. Несколько гранат. В два саппорта играет команда Cloud9. Четыре кевлара плюс дофюскиты от команды комплексити гейминг в ответ. И смог. То бишь, под бомбу и посидеть. Такой какой-то план. Три человека на планте, кстати говоря. Три человека на планте. Ястор убивает раш. Скадуга выключает шазам. Разменивает Скадуга. Атематик плюши здесь доедают оппонентов. И комплексити остаются совсем в меньшинстве. Станислав последний в итоге. Бомба поставлена. На Станислав против троих. Даже если бы справлялся, то бомба все равно была бы поставлена. Для террористов это дико приятно. Потому что, опять же, новый меташифт в патче сделал очень много работы. Но так как, в принципе, по барабану, ребята выигрывают совершенно спокойный раунд. И дозакупаются тремя, наверное, мактенами и двумя калашами. Да, да, все именно так. Все именно так. Против флэка будут играть. Потом будут девайсы от кол. Итак. От флэка ожидать особо ничего не надо. Я уже, по-моему, дважды так говорю. И при этом мы сегодня два флэка видим, которые выигрываются командами, соответственно. Разными причинами. Крошил его какой-то просто лол. Окей. Окей, допустим, допустим. Давно такого не видел, чтобы прям так все узко выходили. И один человек, еще при этом выживая. Реально, в смысле, выживая с калашом. Что-то собирало вообще громадину такой людей, тел мертвых. Ладно, хорошо. Четыре эмки четвертых плюс эвп от команды кол на третьем раунде второй половины. Шазам голый, но ничего страшного. То есть вполне себе с девайсиками можно сопротивляться. Кстати, трем, прошу прощения, мактеном. Знаете, вообще-то у кол есть все шансы для того, чтобы здесь победить. На этом раунде с точки зрения девайсов, опять же, и боевой мощи. Со своей стороны, нам просто нужно делать это красиво и точно. Красиво, точно и четко, я бы сказал. Но мактены позволяют реально клево рашить и клево выпрыгивать. И при этом не останавливаться в движении. Просто контролировать свой спрей, как бы, и просто вот таким вот образом, да, выпрыгивать. Они, видимо, решили так и сделать. И подумали, что это один из лучших вариантов, который мог бы быть. Я, если я, правда, ставлю такую по тематику. И команда Cloud9 остается в меньшинстве. Вот, к сожалению, для них. Более того, она зажатая здесь в макак, но все равно необходимо прерываться на плент и ставить бомбу. Вне зависимости от того, что вокруг происходит. За один ящиком ставятся бомбы. И это МК-4 плюс мактен. Вот здесь вот прям, ну, что-то сложно. Сложно-сложно. Golden врывается в стройку, убивает двоих. Господи, Иисусик, Станислав остается последний. Станислав в шоке вообще. Что произошло? Вы умерли от мактена, ребята. Что, почему так получилось? Golden бидит оппонента. Сигнализирует своему товарищу, но вскрывает ему бошку сам в итоге. Сейчас становится 8-10. Нету денег у команды в комплекте гейминг. Пистолетная полуба их ждет сейчас. Потому что из того, что я вижу, закупаться они чем-то серьезным не будут. Не будут, да. 8-10, возможно, превратится. 8-11. Девятое облака пока довольно приличный раундов. Довольно приличное количество раундов вроде. Уже забрали. Могут забрать больше. Флюш. Ну, Флюш аккуратен. Не подставляется, да. Потому что Golden уже потеряли. Десерт иглы все еще в ходу Вне зависимости от меташифтов Все еще безумно сильный пистолет Капризный, но сильный Как глаз канон такой своеобразный Работает до сих пор лучше, чем Все чешки вместе взятые, кстати говоря Так Аж все-таки убивает человека на Аплантей Походу второго закрывает, да, с Мактеном Да, все именно так и получается Надеюсь, для колов неудобно немного Есть калаш у Станислава, конечно Станислав ухо получает, отлетает Ну, стеклянная пушка В виде дефа все еще работает Может калаш сохранить? Слушай, а может калаш сохранить? Да, вот теперь на одном хп калаш сохранить точно Окей Пули и граната, влетающие дефа в лицо Убедили его в том, что все-таки Может калаш сохранить, собственно Ну, а по поводу расписания Что-то один товарищ из чата то ли горит Вообще прямо вот в самый край, то ли бог его знает Не знаю, что с ним происходит Надеюсь, у него все в жизни хорошо Я просто решил посмотреть, что там завтра С точки зрения матчей И увидел то, что реально есть интерес Ну, и в первую очередь решил посмотреть, где я там вообще Сейчас завтра нахожусь Ну, завтра, что бог его знает Потому что завтра будет завтра И там реально крутые матчи Два из трех мне нравятся, по крайней мере Ну, один из трех точно И, возможно, второй из трех Да, и очень обрадовался Потому что сегодня Ну, я на Envy посмотрел Envy пока тяжело играть Что вроде ожидаемо Новый состав же И сыгрываться надо Ву, да И что-то такое, короче говоря Так, здесь у нас на девайсном раунде Комплексити, во-первых, начинает уже в большинстве Потому что сносит лицо первому-второму игроку Комплея Cloud9 Отвечает Golden Врывается в стройку Очень агрессивная игра от Golden В этом до инферно Господи Иисусе, мама дорогая Ради меня обратно, что делается подряд Чуть ли не убивает третьего человека Кстати говоря Golden, ты что-то агрессивный Но жесткий И у тебя реально получается За этим безумно приятно наблюдать Флюша остается последней Один на один боевая ситуация Он точно поставит бомбу на дефолте Смок у него есть Молик Б Закрывает шорт смоком Не уйдешь ты на сену? Уже не уйдешь на сену Флюша, скорее всего, в таймингах понимает больше, чем я Опять же, поэтому понял, что, наверное, на сену уже вообще никаким образом Ну, то есть, ну, нереально Просто уйти В итоге деф пытается найти флюшу Не понимая, где он находится И не здесь Опять же, и не здесь А может быть, ты на балконе Может быть, сейчас подумает деф Стоит и фьюзит эту бомбу Выходит флюша И в итоге просто умрет Но Деф не успевает Нет, 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 он не успевает Мы уже это видели Сегодня И да, впритык Но он не успевает Мы это сегодня уже видели Это 12-й ран для команды Cloud9 На грани сыграл На грани фоллов флюша здесь Но Но у него получилось Или даже у бомбы получилось Наверное Флюша Уже открываю счет для своего коллектива На пистолетном полубайке команды Complexity Раш продолжает Ребята врываются на плент Может быть, Яйстер что-то сделает Потому что он вроде находился на бойлерах Но Яйстер пропустил вообще всю вечеринку Ааа, чего, серьезно? А математика его еще похоронила Прикольная история Деф остается последний Здесь может быть, на самом деле, 5-0 Вне зависимости от того, что математика и флюша очень мало хп Деф в качестве, опять же, вот Ходящей стеклянной пушки Может быть, кого-то заберет Потому что в голову Но Сложно 8.13 Ну, что-то в комплексите прям тяжело все Скайдудл 20 фрагов Настрелял голден 23 Люша пока что тяжеловат Немножко в своем новом коллективе У него пока скромные 13 На самом деле, этого Этого тоже хватает Более-менее, конечно Потому что команда тоже работает Да и по счету они впереди Так, и здесь Станислав Ну-ка, врываться в стройку ты будешь На банан Малик не должен А, должен все-таки разгораться А, неприятно, Станислав тоже, наверное, подумал, что не совсем Какой-то кусочек здесь будет Нет, Малик все-таки разгорелся под этот самый угол И пришлось Станиславу уходить В итоге перетяг от команды атаки Под ребра, по крайней мере, бомба При этом я замечу, скинута на миде Для того, чтобы, если что-то пойдет не так Резко быстро мотануть На Б, не теряя пакет В руки контртеррористов, соответственно Станислав здесь от Скайбокса Опять же, отыгрывает Маликом Ребята подбирают в итоге бомбу И бомба идет действительно именно на А Окей, значит, все они пойдут на А Голден взрывает одного Очень-очень агрессивно играет Голден Сегодня, походу, чувствует себя в форме В хорошем настроении Ему вообще классно Пытает, правда, андроида Да и бомба с ней Потому что андроида уже убили Ну и убили еще одного парника Апланта И остается Теф, остается Станислав Дорогие друзья, не забывайте Поднять щит за безлимит И болеть за своих самым быстрым, мобильным 4 на 2 Сейв потенциальный от команды Кол 8-14 Счет, соответственно Так Что у комплексити есть в арсенале? Денег нет Денег мало, длинный шмель Ты в кибитка не ходи Это во-первых Во-вторых, что у комплексити есть в арсенале Конкретно Защитных тактик Стратегий и всего остального Что там у них, собственно, вообще может быть? Потому что С точки зрения Каких-то офф-таймингов Ребятам реально тяжело Один из игроков еще вылетает Это получается у нас техническая пауза Сейчас я посмотрю Да Техпауз Кол На счете 14.8 Все так Все так Все так Будем ждать Когда зайдет обратно один из игроков Ну, Cloud9 Видите, в данном составе В онлайне, в принципе, пока справляется Опять же Скадула уже, наверное, можно не считать В данном составе То есть, насколько его организацию говорит Подсаппортить, пока они ищут нового игрока Как бы Что-то типа в районе Ну, мужик, ну, слышно Ну, пожалуйста Еще Еще пару дней и поработай Еще пару дней и поработай И, мол Или там еще больше, чем пару дней Там недельку Допустим Мы пока найдем Игрока какого-нибудь, да? Хоббита Хоббита Не, на самом деле Хоббит вряд ли пойдет В Синайм, потому что Но было бы прикольно Прикиньте, в Америку прям Мотануть Вообще Кайф Ну, в том плане То, что Супердика Интересно Новые впечатления Новые Новые правила жизни вокруг Не то, что новые места А прямо Все немножко по-другому Носители английского языка Нативно Нативно Все, да? Даже если, например Хоббит бы там Проиграл полгода-год По-моему Суперклевый опыт Но На мой взгляд Это работает только тогда Когда вот За спиной нету Нормальной Ни семьи Ни Вот чего-то такого Любимого Что тебя может держать Потому что только это И может держать На самом деле По большому счету Но я бы Ну, я бы посмотрел Если бы так было Ну, так не будет, я думаю Я думаю, так не будет Ждем Ждем, ждем, ждем Техническая пауза Техническая пауза все еще Не отжимается Поэтому все еще ждем Не, если Хоббит Заиграет В Северной Америке На мой взгляд На мой взгляд Это круто Я так считаю Потому что в Counter-Strike Составы как-то Очень быстро Играются Играются Разрушаются Если что-то не так То бишь Что-то буквально Три месяца Тире типа восемь И все И уже Уже может быть Состав быть Совсем не таким Например Но это Это адекватно Наверное Да Только очень мало Составов Которые держатся Долго-долго-долго Каким-то основным Костяком И даже в большей степени Держатся долго-долго Основным костяком Не только За счет того То что они действительно Так дружны А еще во многом За счет того То что они возможно В регионе Именно такие Такого уровня Буквально единственные Допустим Поэтому Ну просто Внутри региона Просто некуда Больше идти Только какую-то Да свою команду Например создавать Допустим Такой момент Поэтому Ну Вы меня поняли Короче Поэтому Опять же Хоббита В Северной Америке Было бы увидеть Прикольно Адрен Тоже Запилил Свой стейтмент Ну там У него Общее Общее положение Что типа Я продолжу Все будет круто И буду чемпионом Потому что Буду рвать Одно место Соответственно Для того Чтобы продолжать И быть крутым Мужиком Вот И повелителем Кумыса Соответственно Поэтому Достигла Достигла Восьмого Круга Ада После Восьмого Круга Ада Уже Ничего Нет Только Тьма Да Четыре И уже Одной Амки Четвертая Было Две Три человека На А Один человек На Б Остался В защите Раш Попытается Сбойлеров Возможно Что-то Сделать Возможно Не Попытается Очень Сложные Вопросы Вот Раш Например При этом Б-плейн Тоже Пытается Каким-то Образом Открываться Мы Видим То Что Здесь Есть Движение От Террористов То Основной Мув Здесь А Раш Здесь И Бомба Вообще На Т И В принципе Команда Cloud9 Играет Под Информацию По Сути В Зависимости От Того Как У Них Получится Оу Раш Крутой Вообще Убивает Только Одного Второго Почти Добивает Ребята Вот Сейчас Уже Возьмут Бомбу Пытаются Ворваться На Б У них Не Получается Ворваться Но Тиматик Ну Друг Ну Как Противник Уходил Оттуда Ты Мог Но Дэв Слишком Долго Живет Не Ну Ой Математика Еще Не Попадает Вы Знаете Вот Когда Такая Паника Начинается То На самом Деле Комплекс Семья Мога Даже Брать Такие Раунды Но Единственная Проблема Что У них Не Получится Взять Такие Раунды Но Трехочковый Найс От Андроида Прям Сладко Залетает Но Андроид Остается Последний Будет Убегать Вообще Пятная сторона Для команды Синай Но Немножко Неаккуратно От самих Клоудов Но В любом Случа Это Пятнашка От них Победители Не судят Все нормально Раш Клево Сделал Мне понравилось Клево Интересно Получилось Немножко Не достал То есть Увидел Очень много И понял Что Пытался Разобраться И Не Разобрался То есть Не получилось Все подряд Сделать Как В итоге Андроид Взрывает Андроид Не уносит Девайс У команды Комплексити 34333 С половиной Плюс-минус Неважно Это будет Улыновый Бои В любом Случа Вариантов Нет По поводу Кэша Кто возьмет Вот здесь Как раз Я думаю Насчет Комплексити Забанил Товарища Наверное И менять И все Причем Все поменять Вообще И дрянь И фене Как раз И поэтому Он в Северной Америке Сейчас находится То есть Вообще Жесть какая-то На самом деле И поэтому Вот не стоит То есть Тут у всех Есть интересные И скрытые Мотивации Ну не у всех Ладно Я утрирую У некоторых Есть интересные И скрытые Мотивации Которые Просчитать Как вылезут Очень сложно И Или невозможно Соответственно Просто Если Вот О них Знать Начинаешь Понимать То что Кэш Совсем Не Однобокий Но Если бы Этих Мотивации Не было У команды Клоднайн Тогда Кол Окей Да Просто Они есть Клоднайн Вот в чем Соль И тогда Я не знаю А так Кол Вообще Но Из-за Дополнительных Параметров Вообще То Может быть И Клоднайн Ну Поним Короче 3 на 3 Боевая Ситуация Клоднайн Все еще Ну очевидно Опять же Три террориста Могут Застакаться Вместе Попытаться Попытать Счастье И прорвать Какую-то С позиции Деф Находится За гробами Голден Сейчас точно Будет знать Где находится Деф Более того Деф Слышит То что Вообще На кафеле Находится Оппонент Голден Развачивается Значит Деф И лицо Деф И вообще Ничего Здесь не получается По слепе То есть Очень Панически Получилось Станислав Опаздывает Но он думал Что мало ли Вдруг это фейк на бой И выход на Но это не фейк на бой В смысле Да это не фейк на бой И не выход на Вот И То есть Еле живой вообще один И с Фомасом второй С Фомасом второй отлетает Еле живой один отлетает Это шестная сторона Для команды Синай Поэтому будем переходить На следующую карту Постепенно Дорогие друзья Вы особо В принципе Никуда не переключайтесь И оставайтесь здесь Инсидиори От Гейм Рекория И стрим Без компромисс Я интел Продолжение следует...